Всем привет! Сегодня что-то совершенно нету настроения снимать что-то серьезное, потому что я это затеяла, но все-таки не буду этого делать. Я решила просто с вами поболтать и рассказать, что я прочитала, что я буду читать. В общем, книжными новиночками хочу поделиться, потому что их накопилось много. Еще есть парочка электронных, которые я тоже вам, в общем, список весь оставлю. Хочу просто поделиться своим мнением. Может быть, кто-то что-то хочет прочитать, купить. В общем, давайте уже с этим разбираться. Так вот, я несколько раз говорила о том, что я буду читать эту книгу. Я ее прочитала с большим удовольствием, но я не очень хочу делать на нее обзор, потому что, ну, особо не вижу смысла. Это такая очень ламповая, приятная книжка, которую приятно прочитать, почитать про себя. Ну, для себя, про себя, в общем, как-то ассоциировать с собой. Но какой-то сильно смысловой нагрузки она несет. Да, конечно, тут очень много всяких советиков. Они околонаучные, вроде бы основаны на науке, но, в общем, как-то, не знаю, пока нету настроений. Но если сильно хотите, можете мне написать, я обязательно сделаю. Но в противовес к Гретхену я бы, наверное, больше рассказала об этой книге. Я еще не прочитала, но очень хочу. Это про накопительный эффект. Это тоже про привычки, но немножко с другой стороны. Здесь более научный подход. И здесь философия маленьких шагов к большим целям, что очень откликается лично для меня. И мне очень нравится. Здесь такая поведенческая терапия, более такая... Ну, есть в психиатрии поведенческая терапия. Она помогает выходить из разных состояний. Здесь такая, знаете, гражданская версия, в общем, для обычных людей. Но она мне очень нравится. Так что, скорее всего, об этой книге я точно расскажу. А там посмотрим. Вот эту книгу я буквально на днях обозревала, рассказывала. Я в большом восторге, с большим удовольствием прочитала. И, в принципе, вы же знаете, моя любовь к маленьким таким вот книжечкам в такой мягкой обложке. Я обожаю вот этот формат, которого расцеловать всех людей, которые их придумали. Потому что в них начали засовывать эти форматы, ну, вот эти бестселлеры, как на Западе. Они стали бестселлерами, к нам они приходят. В общем, с большим удовольствием читаю. И эту книгу мне тоже очень... Эта книга мне очень понравилась. Я не рассказала. Будет где-нибудь здесь видео. Следующая книга тоже. Я обещала видео на эту тему. Я ее прочитала. Но тоже пока не готова делать видео. Потому что я очень расстроена. Потому что, да, мы сейчас живем в мире того, что просто какой-то человек может сказать что-то. И все ему поверят. И все. Ну, то есть, не опираясь ни на какие факты. Не принимая никаких споров. То есть, сейчас и поспорить с человеком нельзя. Потому что нужно уважать чужое мнение. Да, это так. Но, как бы, есть вещи, которые можно обсуждать. Можно развивать. Потому что именно в споре рождается истина, как это раньше говорили. Но и в научных спорах рождаются какие-то новые теории. Потому что всегда есть кто более прогрессивный. Кто более такой демократичный. И так далее. Но сейчас это все отходит. В общем, мне было больно читать это все тело. И потому что я понимаю, что это так и есть. Что сейчас все опираются только на Google. Что всех экспертов, которые там учились, работали, старались, добывали знания. Сейчас как бы, типа, нет-нет-нет, я проверю твой диагноз. Я проверю, что ты мне сказал, что ты мне назначил. Неважно, что ты этому всему учился. Google лучше знает. В общем, мне пока надо с этим пережить, переспать. Потому что я тоже себя позиционирую как эксперт. Как блогер. И я стараюсь подтверждать всегда свои знания. Я всегда стараюсь основываться на исследованиях. Иногда, конечно, у меня тоже что-то такое вылетает. Я потом очень сильно жалею об этом. Но все-таки тоже стараюсь на что-то опираться. Но это сейчас происходит все реже и реже. Просто люди делятся какими-то рандомными фактами. Все в это верят. Так что грустная для меня книга. Я пока не готова делиться какими-то вещами из нее. Но, опять-таки, если попросите, я, конечно же, сделаю. Просто немножко мне нужно с этим пожить, пережить. И поэтому так. Следующие, кстати, две книги, которые у меня здесь есть. Это из одной серии. Какую-то сделали, ну, типа, быструю. Для тех, кто хочет ее спеть. Я могу их посоветовать, потому что мне очень понравились. Я вот сначала брала мозг, потом архитектура просто так. Вот я их до кучи закинула. Они были по какой-то смешной цене. И я не расстроилась, потому что очень коротко, ясно, информативно. Круто, на самом деле. Немножко с юмором, с интересными фактами. Ну, то есть, если вы хотите немножко расширить свои знания, очень даже, кстати, будет. Так что я довольна. Следующая книга, которая ко мне попала, это Эксмо. У них новая серия, в общем, этих книг. Вот они в таких вот обложках. Там определенное количество книг. Это «Проверенные временем». Я взяла доктора Джо Диспенса. Он достаточно противоречивый автор. Я читала его силы под сознанием. Была в большом восторге и под впечатлением. И вот взяла его первую книгу. У меня к нему неоднозначные отношения. Кто-то считает его этим мошенником. Кто-то, что он продвигает псевдонавку. Мне нравится, как он не рассуждает, а как он рассказывает о том, как устроен наш мозг. Мне не все нравится, что он рассказывает дальше. Но вот то, как работает наш мозг, он очень хорошо, подробный и интересный. С такой, знаете, с необычной точки зрения об этом всем рассказывают. И мне очень нравится. Просто для расширения своего сознания, своих знаний. Мне кажется, это уже интересно. Потому что, ну, всегда нужно с разных точек зрения все это посмотреть, почитать. Это всегда хорошо. Поэтому вот я выбрала себе вот эту книжку. И, думаю, как миллионер, тоже из этой же серии, как я не знаю, главные книги жизни. Я взяла просто почитать, потому что иногда нужно читать такие книги. Вот честно. У меня то же самое было с книгами Нисы Ниной, потому что Нисы – это чистая психология. Ниной, по-моему, все-таки черненький вариант – это как раз про деньги. Да, там банальные банальщины написаны, но иногда это нужно. Иногда нужен этот банальный щелбан в лоб, чтобы ты как-то немножко по-другому все это начал думать, осознавать, видеть другие возможности и так далее. Поэтому такие книги нужно периодически читать, пересматривать. Я вот взяла очередную, потому что Ниной мне уже не нравится. Как-то прошла у меня... Потому что прошла любовь, прошло ее влияние. То есть она сделала свое дело, очень хорошо мне подзарядила вот эта серия, но больше нет, потому что там есть еще третья. Сейчас вышла красненькая такая, я не помню, как она называется. Уже вообще не хочется ее читать. И есть еще три электронных книги, которые я хочу прочитать. Это «Всегда вовремя». Такая тоже достаточно противоречивая книга, которую я хожу, вокруг нее хожу. Все никак не могу прочитать, но вот все-таки хочу тут грызться, потому что там про новые хронотипы, которые у нас есть. Типа не только сова и жаворон, там рассказывают про дельфина, льва, медведя и волка. Типа что нужно делать каждому хронотипу, в какой период, когда спать, когда есть, когда только все. С одной стороны, мне кажется, это странноватенько. Ну, то есть, ну, я, конечно, знаю, что есть хронотипы. У каждого из нас есть биологические часы внутри. Каждый из нас в определенное время активен и неактивен. Мне кажется, все-таки это больше индивидуальная штука, но как бы интересно почитать. Я уже давно поняла, что я не жаворонок, не сова, а дятел, который очень поздно ложится, и в чем она встает. Вот мучается из-за этого, обещая себе каждый раз пораньше лечь спать, потом, в общем, ничего не получается. Ну, в общем, интересно. Вот эта книга, я думаю, я поделюсь. То есть, когда вот такое противоречивое отношение, мне кажется, даже интереснее читать, потому что, типа, ну убедите меня, убедите в том, что вы правы, ну, в смысле, автор книги. Мне кажется, с таким вызовом даже интереснее читать. Следующая книга «От знаний к навыкам». Я давно хотела прочитать эту книгу. Я когда-то себе ее... То ли она мне где-то попалась, то ли что, она тоже в электронном виде. Но потом она куда-то затерялась, и я про нее забыла. А тут она была в рассылке от мифа. Я с большим удовольствием ее скачала. И очень хочу... Потому что сейчас самое время пришло, так как я, ну, как бы, рассматриваю еще варианты того, как можно воплощать, применять знания на практике, потому что без практики знания как бы бесполезны. Но, как бы, придумать, как на практике использовать ваше знание достаточно сложно. Не всегда можно что-то применить. Всегда, ну, как бы, иногда нужно прям так постараться. И я вот ищу такие варианты, такие книги мне как раз в помощь. Так что об этой книге я тоже думаю, что расскажу. И последнюю книгу мне посоветовали в комментариях. И я, как бы, спасибо большое. «Как научиться чему угодно быстро первые 20 часов». Я знала, что эта книга существует. Там в основном идет речь об осознанной практике. Я сама этим пользуюсь очень давно и очень активно получаю от этого массу пользы. Почему я вам не рассказывала об этом? Мне немножко стыдно, потому что я много говорю о теоретических знаниях, о том, как их поглощать, как их там применять, ла-ла-ла. Но очень мало о практических каких-то физических навыках говорю. Не знаю, почему, как-то я их игнорирую. Хотя есть определенные техники, методики. Вот одна из них – это осознанная практика, когда вы не просто нарабатываете количество часов. Вот, там, есть же теория про 10 тысяч часов, чтобы стать мастером. Но недостаточно просто вот что-то делать, 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 и все, и что получится. Нет, нужно вдумчиво все это делать, переваривать, анализировать, менять и так далее. В общем, это достаточно такой сложный, но очень интересный процесс, который вас гораздо быстрее приводит к хорошему результату. Повторюсь, я уже на себе это использую. Использую не первый год. И вот настало время поделиться. Как раз-таки прочитаю книгу. Мне кажется, там что-то новенькое, интересненькое будет. Потому что мне пока сложновато это сформировать, знаете, слепить в своей голове, для того, чтобы внятно об этом рассказать. Так что, ну, моя книга мне в этом поможет. Я вам расскажу, и вы будете тоже более успешны в своих начинаниях. И как бы все. Это все, что я там прочитала, собираюсь прочитать, что я вам рассказала, не рассказала. Если книги, которые я показывала, вам интересны, и по ним еще ничего не снято, потому что, по-моему, только по одной книге снято видео, обязательно пишите, если вам интересно. Я постараюсь снять. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok